Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о мёртвой точке. Мёртвой точке на тележке или завал рычагов в мёртвой точке. В общем, одним словом, мёртвая точка находится, сейчас я вам покажу пальцем, вот в этом месте. Видите? От мёртвой точки уже идёт серьга и вертикальный рычаг. Так вот, в этом месте может происходить завал рычагов. Это происходит из-за неправильной регулировки тормозной рычажной передачи, то есть за этим нужно следить. Вот серьга, видите? Вот когда она будет под прямым углом с вот этим вертикальным рычагом, то есть вот так ровно будет стоять. Ну вот, видите, уже вот так вот, а то ещё ровнее, то при торможении пытается этот рычаг уйти вот сюда. То есть получается, этот рычаг уходит сюда и получается завал, то есть в рычаг упирается вот на трансовый брус. Бывает, даже привязывают проволочку вот сюда, в отверстие, чтобы он туда не залез, потому что уже прям проволочка торчит, а она уже залезла, то есть проволочка не даёт. Ну, проволочку могут и срезать, и будет всё равно завал. Но чтобы этого не было, нужно его регулировать, рычажную передачу. Также это может произойти из-за того, что нет перемычки вот в этой, в этом вертикальном рычаге. Вот, к примеру, друзья, рычаг. Вот это мёртвая точка, вот рычаг и здесь нет перемычки. То есть стерга при неправильной регулировке спокойно может провалиться, да, и происходит завал рычагу. Ну и, друзья, вот давайте представим, что это стерга, да, то есть вот так вот это выглядит. Рычаг заваливается сюда, и стерга вот так торчит. То есть, как-то вот так вот. Ну, в примере видео я покажу. То есть, вот так вот происходит завал рычагов. Что происходит на вагоне? Происходит то, что колодки прижимаются наглухо к поверхности катания колесной пары, и получается нагрев, очень сильный нагрев. Вот, может сработать ПАНАП, вернее, АСДКБ у нас называется, да, по-старому ПАНАП. Вот. По нагреву я даже когда-то пришёл устранять этот завал рычагов, и просто прикоснулся к колёсной паре. Я обжёг руку, просто у меня был ожог такой сильный, то есть вот эти вот колёса, они даже ночью могут светиться из-за нагрева. Так вот, друзья, что я хотел рассказать. Когда происходит завал рычага, как проще всего его обезвредить, можно сказать. То есть обычно все начинают убивать этот валик. Вот здесь и начинают убивать, но, как бы, можно выбить, да, если оно не сильно зажало, если оно ещё болтается, да, а если оно всё глухо-наглухо, то проще выбить нижний валик вот тут. Почему? Потому что нижний валик в диаметре больше, он толще. А если выбивать этот валик, вот или тот, не важно, тут диаметр меньше, и когда вы будете бить молотком, вы просто расплескаете это место, и он просто будет потом застрянет, то есть, долго будете мучиться. А так как это валик внизу толще, то есть вы будете бить по центру, то есть его труднее завальцевать, и, то есть, тут даже удобнее снизу вот бить молотком, чем вот тут-то вот вознадрекционного бруса. То есть, я рекомендую убивать валик снизу, ну и потом тут уже, да, переставлять. То есть, друзья, вот так, как бы так. Такое вот рекомендация. Ну и на этом всё, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайк. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok